Здравствуйте! Вы смотрите главные новости в студии Ям Ростислав Билок и в сегодняшнем выпуске вы увидите Из резервного фонда предоставим вам деньги на ремонт От бездорожья и вывоза мусора до строительства корпуса районной больницы Троснянцы озвучили Андрею Клычкову наболевшее Феномен Высоцкого в том как раз и складывается, что он объединил всех 80 лет Владимиру Высоцкому, как в Орле, чтут память поэта Разумеется, ресторации нам там не видится Дом Лизы Калитиной, музей или ресторан? Спасет ли памятник истории и культуры от разрушения очередной публичный спор? Студенчество – это замечательная пора, я очень счастлив День всех Татьян и не только Орловские студенты готовятся отметить главный для них праздник в году Генеральный партнер главных новостей – компания ПАО «Орелстрой» Ваш новый образ жизни 2018 станет годом значимых событий для Орловской области В частности, исполняется 75 лет победы в битве на Орловско-Курской дуге В населенном пункте воинской доблести Тросне будет реконструирован мемориал Это и другие решения озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков Он приехал в район, чтобы на месте оценить положение дел Наталья Пехтерева продолжит Просьба помогите, обратите внимание, в Тросне звучали задолго до общепоселкового собрания У нас скорые не ездят, не подъезжают никому У нас вот сейчас шестеро детей маленьких, трое дохода От бездорожья и вывоза мусора до завершения строительства корпуса Троснянской центральной районной больницы Эти вопросы поднимали троснянцы на встрече с Андреем Клычковым Среди болевых точек района дефицит рабочих мест Другие проблемы начались тоже далеко не вчера Разработана на сегодня и опубликована концепция развития района И она сегодня проходит обсуждение Однако принимаемых мер и реальных возможностей для решения указанных проблем Собственными силами явно недостаточно Район заслуживает внимания, заслуживает особого отношения Входит в число наиболее крепких муниципальных образований Орловской области За что Александру Ивановичу отдельные слова благодарности Инициативам и общественному контролю, как говорится, зеленый свет Андрей Клычков напомнил жителям Теперь они сами могут контролировать работу ряда сфер От ЖКХ до ремонта дорог В конце декабря мы подготовили и запустили портал Это интернет-страница, интернет-сайт На котором будут размещены все объекты дорожного строительства То есть любая дорога, которая будет строиться где-то Она будет размещена на этом сайте Будет видно, кто подрядчик, сроки выполнения работ Телефоны все контактные, кто за что отвечает И самое главное, будет возможность просто в удаленном режиме Человек проезжает мимо этой дороги Увидел, что там никто ничего не делает В сроках стоит, сфотографировал, сбросил И что самое страшное, как мне сказали для наших чиновников Мы сокращаем сроки рассмотрения и ответов на обращение С 30 до 8 дней Обычно на таких встречах вопросы личного характера Звучат реже, чем общерайонные и поселковые проблемы Вот и в этот раз просьба помочь с капремонтом физкультурно-оздоровительного комплекса Прозвучала из зала К сожалению, с 2000 года, когда ввезено здание в эксплуатацию Капитально оно не ремонтировалось Требуется около 5 миллионов рублей Мы из резервного фонда предоставим вам деньги на ремонт Тогда с вас проектно-смертная документация Одной проблемой стало меньше Андрей Клычко вручил ключи от нового школьного автобуса Директору Муравльской школы Светлане Спасибиной У нас самый большой маршрут в районе За день мы проезжаем 110 километров Поэтому, конечно, автобус наш проехал очень много А подвоз нам необходим Мы ежедневно подвозим 36 детей в школу А вот такой разброс территории у нас очень большой И мы вчера и сегодня с детьми просто кричали «Ура!» Напомним, в этот день пополнение получила Жерновецкая школа Здесь открыли многофункциональную спортивную площадку Кроме того, Андрей Клычко встретился с новоселами поселка Который возводится по программе малоэтажной застройки Очень важный момент, который, я думаю, что многим главам районов стоит изучить На вашем опыте О том, как создают социальные объекты Это и школы, и детские сады И привлекается социально ответственный бизнес Потому что просто создавать рабочие места без социальной части Конечно, неправильно и невозможно Мы просмотрели с вами вместе и сложные вопросы развития района Я думаю, что вместе их будем решать Уверен, что та идея, которую мы с вами вместе реализуем По предложению жителям поучаствовать в плане развития района Она должна получить поддержку И мы тогда с вами будем нести ответственность за выполненные обязательства И еще одна хорошая новость Воинский мемориал в селе Тросна Будет реконструирован ко дню победы Наталья Пехстерева, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной Более 5000 караулов и ни одного побега В УФСИН России по Орловской области на коллегии Подвели итоги работы за минувший год В прошлом году служащими было предотвращено более 70 преступлений В целом, отмечают в ведомстве, их количество сократилось в два раза Следует отметить, что из шести допущенных преступлений Пять носят профилактический характер Уголовные дела возбуждены по нашей инициативе И направлены на профилактику более тяжких последствий Предотвращение проникновения запрещенных предметов В том числе наркотических веществ Одной из главных задач при этом является выявление И пресечение непрекращающихся попыток Передачи осужденным средств связи В 2017-м их было изъято более 400 штук В течение года правоохранительным органам региона Оказана помощь в раскрытии 378 преступлений Управление Федеральной службы исполнения наказаний Парловской области за отчетный период Четко выполняло все возложенные на него задачи Делало все для того, чтобы оперативная обстановка В подведомственных учреждениях оставалась управляемой Но вместе с тем есть ряд наших общих задач На которые региональной власти Управлении необходимо обратить особое внимание В первую очередь речь идет о дальнейшей работе По социальной реабилитации для лиц от бывших наказаний В штате регионального ведомства сейчас прибывает на службе 2054 сотрудника Лучшим в этот день были вручены почетные грамоты и благодарности А в доме Лиди Калитиной не будет никакого ресторана или кабаре Депутаты Орловского городского совета на январской сессии Утвердили изменение архитектурного облика памятника истории и культуры В год двухсотлетия Тургенева вопрос вызвал нешуточные споры И у народных избранников Виктория Юркова слушала Депутатам городского совета предложили согласовать изменение архитектурного облика дома В котором жила главная героиня Романа Ивана Тургенева Дворянское гнездо Речь о доме Лизы Калитиной Сегодня кроме как развалинами деревянное строение иначе и не назовешь Хотя объект является памятником культуры регионального значения Этот объект, дом Лизы Калитиной, он располагается в границах заповедной зоны Поэтому все изменения архитектурного облика должны быть согласованы с Одобренной не менее чем две трети голосов депутатов городского совета С 1855 года строение претерпело значительные архитектурные изменения Их устранят, пояснил народным избранникам Владимир Строев Там будет разобрана герметичная кладка, восстановленные печные трубы И восстановленный фасад исторический С достаточно красивой раскалировкой и украшением вокруг окон Также хочу сказать, что это будет нежилое помещение Но в принципе, если инвестор его возьмет за один рубль или выкупит В принципе, в нем можно будет жить По этому дому был разработан проект в 2012 году При разработке проекта, как при составлении технического задания Так и при приемке работы активно принимали участие и общественность И все заинтересованные лица С 2012 года прошло более пяти лет В преддверии юбилея писателя о проекте реконструкции снова вспомнили Разумеется, ресторации нам там не видится Ресторан, кажется, противоречит, так сказать, духовному наполнению этого памятника В последний раз переводчик дворянского гнезда, который приехал в Орел Рысью побежал к этому дому и, так сказать, потом очень хлопотал и жаловался на то, в каком он состоянии Как на доме Лизы Калитиной можно заработать деньги, у чиновников и городской администрации есть свое видение Либо в аренду за 1 рубль, либо мы сегодня этот объект культурного наследия можем и, так сказать, план приватизации включить И реализовать его в собственность То есть на сегодняшний день объект у нас этот имеет полный пакет документов Но сами работы и что именно придется изменить Тема для обсуждения, увы, не январской сессии городского совета Напомнил собравшимся Владимир Негин Так что абсолютным одобрением закончилось обсуждение данного вопроса Виктория Юркова, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной Стоимость льготных проездных останется на прежнем уровне Повышение пока не произойдет Таким было предложение администрации Орла Данные квоты по-прежнему могут использовать пенсионеры, имеющие структовые пересеклостарности За экстремленные в городе Армении, не имеющие нефернейшие денежные выплаты Из федерального и областного бюджета Учащиеся в очных отделениях, образовательных и специальных учебных заведений Находящихся на территории города Орла А также студенты в очных отделениях, высших учебных заведений Также находящихся на территории города Орла Еще раз повторюсь, стоимость и условия для оставления угольных предметов не изменяются Напомним, что в декабре 2017 года народные избранники проголосовали За повышение цены одной поездки в общественном транспорте областного центра В связи с чем должны были рассмотреть и вопрос удорожания проездных билетов Но пока не определились с методикой расчета Она должна быть иной, доказывал в четверг своим коллегам-депутатам Александр Коровин Пусть тарифы будут любые, но компенсация, доплата до себестоимости должна быть Так вот на сегодня предприятие на этот год по этим всем методикам должно иметь Будет порядка 12 миллионов от области и 14 от города Вместо того, чтобы иметь 163 миллиона, которые можно и в судах доказывать, и где угодно В январе мобильный консультативно-диагностический центр отмечает первую круглую дату Пять лет назад два КАМАЗа с четырьмя прицепами впервые выехали на осмотр детей Орловской области Привыкать к новой полевой форме работы приходилось и медикам, и пациентам с родителями Однако недоверие за короткий срок сменилось всенародной любовью Ксения Туркова продолжит Часто приходится за какими-то результатами ездить, конечно, в Орел Это бывает порой очень трудно, очереди эти огромные Ну а так, я считаю, что эта клиника очень удобна и очень хороша, а не своим оснащением В четырех прицепах КАМАЗов кабинеты десятка врачей Здесь же лаборатория и УЗИ Несколько раз в неделю мобильный диагностический центр для детей выезжает туда, где сложилась особенно сложная ситуация с врачебными кадрами Город Волхов, прям приехали, такие специалисты классифицированные В январе этого года мобильный центр отметил пять лет Сейчас такая поликлиника на колесах полностью укомплектована кадрами В последнем штате появился врач-стоматолог План выездов расписан на год вперед В рамках диспансеризации у нас выезжает не менее десяти врачей-специалистов И дополнительно к ним врачи ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики То есть мы завершаем весь цикл обследования детей за один выезд В течение одного дня мы сразу проводим полное обследование и выдаем заключение по развитию ребенка И без нашей мобильной поликлиники, в принципе, сейчас невозможно провести полноценную диспансеризацию у нас в области Мы сейчас это понимаем, сейчас это поняли районы За минувший год в районах области врачи провели более 50 тысяч осмотров детей Заболевания, уверяют медики, выявляются практически в каждом случае Мы видим, что у нас идет рост заболеваемости Мы видим, что у нас население не качество здоровья, жизни, оно не улучшается, а все-таки немножко где-то падает Население это более заметно То есть мы видим, больше патологий встречаем Наша задача максимально рано выявить патологию, чтобы оно не прогрессировало и не ухудшало состояние здоровья детей Спустя год после появления служба начала работу с социально незащищенными группами населения Врачи выезжают в детские сады и маленькие отдаленные поселки Узнав о визите к докторам, приезжают даже из соседних районов Однако так было не всегда Я помню, как с негативом и очень тяжело проходил процесс выездов, начало выездов Начиналось тяжело с руководителями ЦРБ, которые тоже не сразу приняли, что это хорошо Потому что все начинают считать, что вы заберете деньги, мы принесем здоровье То есть постепенно детское население тоже не все сразу воспринимали нас понимающие и прочее А сейчас изменилось отношение, мы видим тепло, нормальное настроение, нормальное отношение со всех Ксения Туркова, Андрей Борискин, телеканал Первый областной 21 января 1998 года по инициативе ветеранов боевых действий Афганистана и Чечни в Орле Был создан военно-патриотический центр «Десантник» Прошло 20 лет и он стал известен по всей России благодаря энтузиазму своих преподавателей и воспитанников Один день из жизни клуба «Десантник» наблюдала Алена Касаткина Здесь учат железной воле и куют стальной характер В этом центре дополнительного образования юноши и девушки имеют не учителей, а старших товарищей Наставников, которые своим примером показывают не только то, как ножи метать, но и как жить, чтобы родина гордилась Главный принцип – это делай, как я Только личным примером мы можем показать Когда стоит учитель физкультуры в школе с большим животом и говорит полезный перекладин, а сам ничего не может делать Дети все это прекрасно видят А если у нас прыжки с парашютом, инструкция в первую очередь прыгает Если у нас марш-бросок, мы все в первую очередь В центре «Десантник» научат технике боя, стрельбе и даже прыжкам с парашюта Пошел! Есть, пошел! 521, 522, 523, кольцо! 524, 525, кукол! Есть, кукол! Кукол! Здешние учителя сами пришли сюда когда-то в качестве учеников Выросли, отдали долг родине и вернулись, чтобы помочь закалиться новому поколению русских бойцов Если бы не та подготовка, которая была дана мне в клубе и моим тренером Мне было намного тяжелее проходить службу в воздушных войсках Потому что так же первый прыжок я свой выполнял в 15 лет И когда в армии я выполнил свой первый прыжок, мне в принципе уже было не страшно Обычный урок, но в качестве примера не уравнение с переменными А патроны и гранаты, найденные на полях сражений В трех видах, то есть полностью снаряженная, с пробкой, без пробки То есть или при взрыве просто вырвало запал, либо не успели закрутить пробку Казалось бы, это школа для настоящих мужчин Но и девушки могут показать в десантнике свои боевые качества Ольга Терехова в кикбоксинге и рукопашном бое представляла «Орел» на всероссийских соревнованиях Пришла я сюда, спросила у своего крестного, он у меня десантник И мне очень захотелось сюда прыгать с парашютом Ну, придя сюда, был здесь универсальный бой Потом кикбоксинг, и мы начали выступать и по универсальному бою, и по кикбоксингу, и по разным видам спорта Своё 20-летие десантник встречает в составе нескольких сотен юных и опытных бойцов Которые занимаются здесь с неподдельным удовольствием и рвением Когда ребёнок приходит заниматься в наш центр, наша программа, которая состоит из 12 модулей, она очень многогранна Если он не получается в рукопашном бое, значит, у него может получиться в парашютном спорте Если он не получается в парашютном спорте, значит, он зарекомендует себя в стрельбе Если у него вообще нигде не получается, значит, он точно минимум станет патриотом Основные принципы – гармоничное развитие тела и духа помогают в этих стенах вырастить поколение, которое будет в ответе за Россию Ведь десантники следят за соблюдением девиза «Никто, кроме нас» Алена Касаткина, Эдуард Черноускас, телеканал Первый областной В гости к орловским писателям приехали коллеги из Брянска Поводом ко встрече послужило событие всероссийского масштаба 90-летие со дня рождения почетного гражданина города Орла, писателя Петра Проскурина И мы решили эти встречи приурочить именно к дню рождения Получилась целая цепочка мемориальных мероприятий В понедельник в Москве были проскуринские чтения в библиотеке имени Пушкина Во вторник, 23 января, в Брянске была встреча С 65-го года писатель жил и работал в Орле В те годы он нередко бывал в залах Бунинской библиотеки Голос, который стал отражением целой эпохи В России отмечают день рождения Владимира Высоцкого 25 января ему исполнилось бы 80 лет Для многих людей Высоцкий жив и по сей день в песнях и актерских работах Творческий путь артиста вспоминала Наталья Чунина В суету городов и в потоки машин Возвращаемся мы Просто некуда деться И спускаемся вниз С покоренных вершин Оставляя в горах Оставляя в горах Своё сердце В честь него названа малая планета Сорт гладиоусов, площадь и улицы в многочисленных городах мира Его стихи и песни продолжают звучать и сегодня Он стал кумиром не только для своих современников Всё это о Владимире Высоцком Если на чашу весов бросить На две чаши весов Вот на одну предположим Всё, что я делаю Кроме песни авторской Кроме стихов Ну и деятельность мою И в театре, и в кино И на радио, и на телевидении Концерты А на другую только работу над песнями Мне кажется, что эта чаша перевесит Потому что, повторяю Песня всё время не даёт тебя покоя Скребёт тебя за душу Многогранность его таланта Позволяет судить о нём, как о гениальном поэте Ярком актёре и самобытном исполнителе авторских песен Все эти песни проникнуты огромной любовью К родной земле и русским людям Как признавался сам Высоцкий Ему было интересно писать обо всём том Что происходит в его стране и с его народом Его популярность была, в общем-то, всенародной И недаром, то есть это от самых простых людей До самых верхних эшелонов власти И недаром в одной из своих песен он писал Меня к себе зовут большие люди Чтобы я им пел охоту на волков То есть вот этот феномен Высоцкого В том-то как раз и складывается Что он объединил всех То есть каждый из слушателей, читателей Видел в нём, слышал в нём своё Особую манеру услуга Высоцкого Отмечают и барды Его песни нельзя называть песнями В том понимании, к которому мы привыкли На эстраде понимать Потому что, во-первых, это стихи под гитару Или вообще под ритмической основой Это может быть пианино, гармошка, что угодно На протяжении нескольких десятилетий Поклонники творчества Высоцкого читают его стихи И поют его песни В Орле вот уже восемь лет Клуб любителей его творчества Вертикаль организовывает концерты И творческие вечера Мы не только по юбилеям празднуем Творчество Высоцкого А каждый день Поэтому мы каждую пятницу клуб проводим Мы кучу мероприятий проводим А вот к 80-летию у нас была подготовлена Целая программа большая Нас очень во многих местах пригласили С вчерашнего дня мы начали концертами Отмечать 80-летие Высоцкого Творческая жизнь Высоцкого Это более 800 песен и стихов 20 ролей в театре И около 30 ролей, сыгранных в кино Умер Владимир Высоцкий 25 июля 1980 года Несмотря на минувшие десятилетия В памяти людей Живут его роли, его песни и его стихи Мне меньше полувека, 40 с лишним Я жив 12 лет тобой и Господом храним Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним Мне есть, чем оправдаться перед ним Это последние строки одного из последних стихотворений Владимира Высоцкого Именно так сам автор и поэт Поставил точку в своей жизни и в творчестве Которое само по себе было оправданием Земных усилий, устремленных к свободе Наталья Чунина, Павел Джумабаев, Сергей Руднев Телеканал Первый областной 25 января день российского студенчества А еще Татьянин день Как эти праздники связаны между собой Как прожить на одну стипендию А также меняется ли с годами образ студенчества Все это в материале нашего корреспондента Алины Лагутиной Для начала немного истории 25 января православная церковь Вспоминает святую мученицу Татьяну Римскую, которая с 18 века Стала покровительницей всех студентов И студенчества Вот так эти праздники уже более двух веков Неразрывно связаны друг с другом Современные студенты предпочитают Привлекать удачу другими способами Иногда весьма странными Но по их словам действенными Есть одна замечательная примета Которой я сам пользуюсь Это положить за щетку в морозилку Но самое главное, чтобы она не сильно замерзла Потому что ее потом сложно открыть Я в первую очередь не готовлюсь к экзаменам Прямо перед их началом За один экзамен ни в коем случае ничего нельзя делать Тогда у меня все идет отлично Если я к ним подготовлюсь, это крах Никому не показывать за щетку Пока полностью не закрыла сессию Мне лично помогло Союз под пятку, пятачок, деньги Деньги всегда к счастью Это замечательно И, как правило, пять Всегда на пять Никогда не подводила В архитектурно-строительном институте Есть своя традиция Каждый раз перед экзаменом Мы всем составом ходим в баню Попаритесь и все сдадите Просто идеально Орел – город студенчества Десятки тысяч парней и девушек С разных концов света Съезжаются к нам Чтобы получить новые знания Жизненный опыт И, возможно, найти свою любовь Студенчество – это замечательная пора Я очень счастлив Каждый день в университете Для меня как праздник Прекрасная пора, весело все Феноменально, шикарно, прикольно Фонарем светит на меня, правда Вячеслав Галенков Руководитель научной школы Орловского госуниверситета За 30 с лишним лет Преподавательского стажа Повидал немало Татьян Еще больше участвовал В праздновать Дня студента Интересно, меняется ли Образ студенчества с годами? Студенты сегодняшние Они умнее, быстрее, сильнее Красивее Единственное, что, конечно К сожалению, возникает Разница между плохим и хорошим И очень хорошим Но то, что хороших больше стало Умных, талантливых Это так 25 января и Татьяна И студенты ждут с нетерпением Во всех вузах города Устраиваются тематические развлечения Например, в ОГУ Имени Тургенева Сегодня студенческие гонки На которых выявят Самую спортивную И дружную команду вуза На передовой студентка Активистка Отличница Да еще и Татьяна Представляете, какая находка Это мой любимый зимний день Потому что сегодня праздник И все улыбаются Все меня поздравляют Мне даже подарили уже подарки И я очень счастлива Согласно справочникам Татьяна переводится с греческого Как устроительница Решительность Уверенность в себе Открытость Веселый нрав И тонкое чувство юмора Вот основные черты характера Женщин, носящих это красивое имя Я знаю нескольких Татьяны И точно могу сказать То, что Татьяны всегда Самые добрые девушки И также целеустремленные Что, между прочим, важно для меня Как для студента Тем, кому повезло Примерить на себя роль студента Никогда не забудет Это прекрасное время Мандраж перед экзаменами Веселые поездки Масса новых знакомств Ну а если нет, не беда Это легко можно исправить В любом вузе Орла Студенческий билет Вам с удовольствием выдадут И в 30, и в 40, и в 50 лет Алина Лагутина Эдуард Чернауск Костелеканал Первый областной На этом все Интересные новости Сообщайте нам по телефонам редакции 76 10 28 28, а также 508 088 В студии был Ростислав Билок Всего доброго Покупка квартир компании Пау Орелстрой Стала еще более комфортной Мы экономим ваше время И деньги на ремонте Предоставляя квартиры С новой улучшенной отделкой Вам остается только завести мебель Звоните 63 30 42 С добавкой здравурни Сушка Кури несутся зимой Как летом С 26 по 30 января В ДК железнодорожников Распродажи шуб из Пятигорска Норка от 40 тысяч рублей Мутон от 10 тысяч рублей Акция Меняем старую шубу на новую Здравствуйте Время прогноза погоды На Первом областном С вами Катерина Ясная Как и предполагалось Сугробы за последние дни Значительно выросли Да и морозы пока не ослабляют хватку Скоро вернемся к подробному прогнозу Генеральный партнер программы Супер пицца Низкие цены Высокое качество Быстрая доставка Разнообразное меню Здесь делают пиццу уже 15 лет Телефон доставки 437 437 И к прогнозу В Амцинске 26 января Переменная облачность И без осадков Днем минус 12 градусов Ночью минус 14 В Ливнах пасмурно Небольшой снег утром Температура до минус 11 днем Ночью минус 9 В Волхове переменная облачность Без осадков Температура днем минус 12 Минус 13 ночью В Орле минус 12 пасмурно Днем солнечно Ночью минус 11 Ветер южный 4-5 метров в секунду Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба Что выше нормы Вы слушали прогноз на пятницу Наслаждайтесь зимой С первым областным Одежда ведущей Предоставлена салоном Свадебной и вечерней моды СВ В СВ помогут составить Ваш блистательный образ На любое торжество Вас ждут по адресу ЦОМ Новый корпус Третий этаж Торговый дом Солнышко Минус 20% Скидка на 100 видов тюлей Портирных тканей Переулок Почтовый 8 Отличного настроения И отменного здоровья До свидания Суперпицца для супер тебя Телефон доставки 437-437 Или онлайн Суперпицца плюс Точка рф Низкие цены Высокое качество Быстрая доставка Разнообразное меню Мы делаем пиццу Уже 15 лет И мы делаем ее На 100% отлично Эксклюзивный представитель Свадебной и вечерней моды В Орле Салон СВ Сум Третий этаж Солнышко предлагает своим покупателям Новые коллекции Услуги дизайнера Пошив шторм на заказ Доступные цены Работает зал распродаж Переулок Почтовый 8